всем огромный привет вот я сейчас направляюсь к нашей парадной двери входная дверь в дом потому что видите на земле перед ней лежит белая коробка это коляска которую заказывала онлайн нам ее сегодня доставили и вот так вот спокойно оставили перед домом я вообще все к чему показываю к тому чтобы показать как в америке доставляют почту что спокойно если вы заказали что-то большое габаритное это просто оставит у вас перед домом вот видите нет никаких заборов забора есть но они закрывают ваши backyard то есть они за домом но это не у всех просто в 99 процентов вашу посылку никогда никто не возьмет если она вот так вот у вас лежит на улице на земле я даже не слышала когда ее привезли потому что у нас сломался звонок надо его починить почталь он просто звонит звонок либо стучит в дверь и уходит это компания ups также у нас здесь есть еще fedex и usps и usps это самая большая американская почтовая компания и как раз таки вот usps я как-то уже снимала видео о том как они развозят почту это не как в россии почтальон ходит пешком с тяжелой сумкой на плече это такие белые машинки которые подъезжают почтовым ящиком почтовые ящики стоят да видите поэтому все почтовые ящики стоят перед домами вот так вот как бы возле дороги и почтальон туда вкладывает кладет вашу почту и если это что-то маленькое небольшой конвертик то могут положить прямо почтовый ящик и почтовый ящик если это что-то большое то могут положить тоже так вот перед дверью иногда нужно чтобы вы расписались если это что-то важное либо заказной документ тогда звонят дверь чтобы вы вышли вы расписывайтесь если вас нет дома тогда оставляют письмо о том что приедете в такое-то почтовое отделение и получите вашу почту я кстати уже когда-то видео снимала но это было в самом самом начале когда только выкладывала свои самые первые видео на youtube о том как здесь развозят почту я кстати его сейчас сюда вставлю что я уверена что большинство из вас его не видели думаю вам будет интересно потому что это совершенно по-другому нежели в наших странах я как-то смотрела одно видео на youtube о том как работает почта юпс о том как все посылки доходят до сортировочного пункта скажем тогда это огромное 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 здание как их там сортируют как это все налажено эти все механизмы работает все как по часам огромное количество людей как потом почта доставляется наземным транспортом либо авиа уж мне очень понравилось мне кажется это не сравнится с нашей почтой почтой россии я оставлю ссылку если кому-то интересно посмотрите поверьте мне это того стоит так вот эта коляска уже в собранном виде она мне безумно нравится тем что она коляска трость но все те коляски трости которые я искала как umbrella stroller они были какие-то маленькие если честно и вот я нашла эту она получается немного больше чем обычная трость но она гораздо удобнее она рассчитана для детей до весом до 50 паундов а маленькие обычные трости они рассчитаны по моему до 40 паундов даже до 35 некоторые и что мне нравится здесь вот есть такая штучка как называется корзинка чтобы сюда положить какие-то вещи потому что когда мы с ребенком идем на прогулку она у меня очень много бегает и мне неудобно на себе все время таскать и сумку либо рюкзак поэтому я могу туда поставить и когда она складывается она в принципе занимает мало места несмотря на то что эта трость больше чем обычные трости все равно она гораздо меньше чем вот в сравнении с той коляской которая у нас была до этого да изначально это было travel system на которую ставилась кресло ребенка из машины то есть все равно трость конечно же она меньше и она легче по весу и что мне нравится в этой трости вот у нее видите есть такая штучка заклепка чтобы можно было повесить спокойно на плечо и вот так вот с ней ходить весит она килограмм шесть наверное в общем я безумно рада этой покупке готовы теперь для поездки в россию